Бывший министр спорта Алтайского края Алексей Перфилев ушел в отставку 15 апреля и до сих пор это вакантное место пустует. На него претендовалось десяток разных кандидатов. От руководителей федерации до заместителей профильного ведомства. Но сейчас ситуация изменилась. Эти кандидаты не прошли отбора. Что касается новых кандидатов, здесь ситуация неоднозначная. О том, что в спортивной отрасли края не все спокойно, ясно давно. Многим федерациям не хватает финансов для развития. Перспективные игроки покидают клубы, а инфраструктура развивается слишком медленными темпами. И по этому поводу многие уже бьют тревогу. Так депутат АКЗС Сергей Писарев предложил ограничить время назначения министров максимум тремя месяцами. Парламентарий рассказал, что уже обращался с такой инициативой в приемную президента. Но везде один ответ. Спасибо за беспокойство. Этого вполне достаточно для того, чтобы компетентные органы проверили кандидатуру человека, который претендует на должность, государственную должность министра той или иной отрасли. У любого ведомства должен быть руководитель, который должен брать всю ответственность на себя. В должности ИО два года находился глава Минэкономразвития Анатолий Нагорнов. Год Светлана Говорухина, что только недавно назначена министром образования. Теперь вот ситуация и в Министерстве спорта. Отчего возникла мода на исполняющих обязанности? Вопрос скорее риторический. Но о затянутых назначениях волнуются уже не только депутаты. Страдают уже и команды мастеров. По словам директора хоккейного клуба «Динамо Алтай» Руслана Чайкина, несмотря на то, что бюджет на этот год был сформирован в прошлом, без министра профильного ведомства тяжело. Нужны своевременные корректировки, в том числе и финансовые. А их не с кем решать. Отсутствие министра спорта? Ну да, до сегодняшнего дня у нас пока нету министра. Не знаю, ждем, когда назначат. Есть сложности, да, но с формой сложности сейчас. В нынешних реалиях очень сложно найти форму, и она сейчас стоит баснословно денег. Поэтому по всей стране собираем плюшки, ищем где-то подешевле. «Динамо Алтай» в этом сезоне будут выступать вновь в ВХЛБ, в лиге от которой хочется убежать. Пару лет барнаульцы играют в первенстве и давно переросли этот уровень. Отчасти поэтому и обновляют состав. Игроки хотят расти и развиваться на высших уровнях. Но из-за того, что в последние месяцы пустуют место министра спорта, обсудить какое-либо увеличение бюджета или вариант с повышением в классе, опять же невозможно. Попробовал свои силы в Белоруссии, но, к сожалению, не получилось договориться о условиях. До этого было предложение от нового клуба «Феникс», которое заинтересовало меня. Мне понравился проект, амбиции у клуба. Зависело ли это от того, что клуб выступает в ВХЛБ. Я повторюсь, что любой игрок хочет прогрессировать, развиваться, делать шаги вперед. Что касается из кандидатов на пост министра спорта региона, то их было полно. Это и президент Федерации кикбоксинга Вячеслав Перерядов, бывший заместитель министра спорта Юрий Самсоненко. И этот список можно продолжать бесконечно. Приглашали даже экс-спортсмена из Красноярска. Но, насколько я знаю, ничем это не закончилось. И вот один из явных, наверное, кандидатов – Иван Нифонтов. Президент Федерации дюдо в Алтайском крае. Даже многие руководители Федерации хотели бы видеть бронзового призера Олимпийских игр на этом посту. Я идейный человек. Если нужно, то, конечно, наверное, соглашусь. Но вопрос в том, что посчитают нужным. Если скажут, что нашему региону нужно, тогда, конечно, будем впрягаться и тянуть эту ношу. Потому что, я так скажу, что совсем благодарная история. Как ни крути, для всех мил не будешь. Уже в конце лета, начало осени стартует сезон у многих профессиональных команд региона, руководство которых не знает, с кем согласовывать многомиллионные бюджеты. Кроме того, в ближайшее время необходимо сформировать бюджет на будущий год. От этого зависит подготовка спортсменов к различным турнирам. Объективно, если брать мы спорт, спортивное ведомство, то формируются бюджеты, и люди, федерация, переживают, как будут заходить, как будут заходить наши клубы. Потому что нервность присутствует, так скажу. И это не очень хорошо. Неизвестна судьба и нескольких крупных инвест-проектов. Например, нет никакой новой информации о строящихся барнаульских физкультурных комплексах. Эти проекты сейчас, по сути, никто не контролирует. И непонятно, успеют ли их возвести в срок. И клубы, и федерации хотят уже определения. Когда назначат нового министра спорта в регионе, этот вопрос мы адресовали Краевому министерству. Но ответ на наш официальный запрос более чем расплывчатый. Решение о назначении на должность руководителя органа исполнительной власти принимается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. Компетенции Министерства спорта Алтайского края решения обозначенных в обращении вопросов не относятся. Недокомплект министра в нашем крае, отмечают разные эксперты, за последние годы, стало уже своеобразным трендом. И, с одной стороны, на подбор подходящей кандидатуры на такой ответственный пост, конечно, требуется время. Человек, во-первых, должен уметь отстаивать интересы отрасли на разных уровнях, в том числе и федеральным. И, во-вторых, уметь выстраивать отношения с бизнесом в регионе. Одним словом, быть авторитетным и пробивным. К сожалению, не всем это под силу. И, с другой стороны, затягивание в вопросе назначений все больше усуглубляет проблемы, которых немало в сфере. И они, к сожалению, копятся. Вот такой вот сложный кадровый вопрос. Мне кажется, это должно быть, во-первых, профессионал все-таки из спортивного сообщества. Он понимал проблемы спортивного сообщества. И плюс, наверное, очень важно, чтобы он смог организовать команду. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.